Безусловно, главным и самым трагическим событием первой ноябрьской недели стала катастрофа аэробуса А321 в небе над Синайским полуостровом. Самая крупная за всю историю отечественной авиации, она унесла жизни 224 человек. По данным главного управления ГОИЧС, при крушении российского пассажирского самолета, который следовал рейсам из Шарм-эль-Шейха в Петербург, на борту находилось 48 жителей Ленинградской области из 11 районов, в том числе четверо детей. Больше всего жертв во Всеволожском, Воховском и Гачинском районах. Также среди пассажиров жители Выборгского, Кингисепского, Кирижского, Кировского, Ломоносовского, Ладейнопольского, Лужского районов и Сосновоборского городского округа. Вот так в понедельник, 2 ноября, выглядел вход в зону прибытия аэропорта Пулково. Всю ночь в Санкт-Петербург продолжали пребывать близкие и родственники погибших в авиакатастрофе людей. Сотрудники петербургского главка МЧС встречали и размещали их в гостинице. С ними неотрывно работали психологи. В Ленинградской области был создан специальный оперативный штаб. Мы приняли решение о компенсации 1 миллион рублей. Будет выплачиваться близким родственникам. Александр Юрьевич Дрозденко, губернатор Ленинградской области, принял решение прервать отпуск. Он завтра возвращается на свое рабочее место и лично уже возглавит наш штаб по дальнейшей работе. Во вторник, 3 ноября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в режиме видеоконференции провел совещание с главами администрации 11 муниципальных районов, где проживали 48 погибших в авиакатастрофе над Египтом. Больше всего 18 человек из Всеволожского района. Ситуация очень сложная. Первое, что я хотел вам сказать, принято решение. Мы продлеваем траур по Ленинградской области до 4-го включительно. Поэтому убедительная просьба посмотреть внимательно на регламенты проведения мероприятий 4-го. Мероприятия не должны носить развлекательный характер. Если где-то планируется проведение митингов, то ограничится проведение митингов. Без традиционных концертных программ, народных гуляний и всего остального. Александр Дрозденко попросил глав районных администраций совместно с Комитетом по социальной защите закрепить за каждой семьей психологов и других специалистов. Губернатор поблагодарил местные власти за оказанную ими родственникам погибших материальную помощь. В четверг, 5 ноября, в отеле Кроун Плаза состоялось очередное заседание оперативного штаба. В нем приняли участие и родственники погибших при крушении А-321-го. После завершения заседания губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вышел к журналистам. Принято решение о том, что все родственники погибших в срок пока от трех недель получат уведомление о результатах генетической экспертизы. Также было принято решение о порядке взаимодействия родственников погибших с администрациями районов Ленинградской области для оказания помощи и поддержки в организации похорон и в оплате ритуальных услуг. Эти все расходы бюджета районов берут на себя. Правительство Ленинградской области приняло решение о начале авансовых выплат с понедельника в следующей неделе в размере 100 тысяч рублей, вне зависимости от наличия свидетельства о смерти. Для того, чтобы на этот период поддержать родственников и близких. Александр Дрозденко поручил главам районов продолжать помогать родственникам погибших. Для них сохраняется психологическая помощь и медицинское сопровождение. В течение как минимум шести месяцев им будет обеспечен медицинский патронаж. Как готовят к зиме автотрассы Ленинградской области рассказали журналистам в управлении Росавтодора по северо-западу. Здесь сотрудникам СМИ демонстрировали специальную дорожную технику и новую систему контроля дорог. Она представляет сеть метеостанций, измеряющих скорость ветра, температуру дорожного покрытия и интенсивность осадков. Все понимают, что необходимо как можно больше получать информации с очень протяженной сети автомобильных дорог. Только в Ленинградской области федеральная дорога больше 1400 километров, 1400-15 километров на данный момент. И соответственно необходимо установить как можно больше метеостанций. На данный момент в Ленинградской области их 45 установлены. Каждая дорожная метеостанция оборудована видеокамерами. Картинка с них поступает в Центр управления дорогами. Отсюда диспетчеры следят за ситуацией на шоссе и в случае ухудшения погоды и образования заторов отправляют на трассы спецтехнику. Все данные Росавтодор публикует через спецприложения в интернете. Информировать пользователей, например, что на съезде на Мурманское шоссе будет затор. Аналогичным образом мы можем поступить и на наших дорогах, в частности на автомобильной дороге Сартовала, оснащенная тоже автоматизированной системой управления дорожным движением, что на КАДе существуют какие-либо проблемы для движения. Это позволяет оперативно распределять транспортные потоки, снижать аварийность и увеличить руководственную способность сети автомобильных дорог. Отдельное внимание Росавтодор сейчас уделяет предстоящей борьбе с гололедицей. На зиму для восьми федеральных трасс региона заготовили более 30 тысяч тонн технической соли. Любопытно, что закупали ее в Белоруссии, так как везти реагент с других регионов России и Казахстана дороже. Всего на содержание автодорог в области в текущем году израсходовано почти 2,5 миллиарда рублей. Аналогичную сумму на эти цели планируют потратить и в 2016-м. В Волосовском районе в деревне Робитицы завершается строительство нового детского сада. Здание рассчитано на комфортное пребывание 100 ребятишек. В группах высокие потолки в 3,5 метра, теплые полы, просторные группы. На улице будут прогулочные зоны, дорожки, спортивные игровые площадки, газоны. Строительство ведется в рамках реализации программы устойчивого развития сельских территорий Ленинградской области. Это проект уникальный. Здесь есть и спортивная группа заниматься, и актовый зал. Оборудование полностью мы... Наша фирма монтирует оборудование в этом детском садике. Мы делаем благоустройство в этом садике, монтируем детские площадки. Все коммуникации этого здания подведены. Подведена и отопление, и вода, и охранная сигнализация, и слаботочная, и пожарная сигнализация. Мы стараемся, чтобы он был качественно выполнен, чтобы люди через 10-20 лет нам говорили только большое спасибо. Прежний детский сад пришел в негодность и стал маловат для всех желающих. Новое здание и по масштабам, и по оснащенности отнюдь не деревенский дом, а этакая столичная штучка, соответствует всем современным стандартам. После сдачи нового объекта в эксплуатацию в деревне будет полностью ликвидирована очередь. Обещанного три года ждут в правдивости русской поговорки на себе убедили жители поселка Мшинское. С 2008-го местный совет ветеранов просил у властей новый фельдшерско-акушерский пункт. До настоящего времени получать медицинские услуги людям приходилось здание, возраст которого превышает 50 лет. Там нет ни воды, там нет ни канализации, там нет подвального помещения. Стены, вот в селе морозы, стены просто покрывали синие, люди сидели в валенках. В 2013 году в рамках областной программы по социальному развитию села возведение фельдшерско-акушерского пункта началось, но до сих пор не закончилось. На фасаде нового здания уже образовалась трещина. А из-за несвоевременного подключения отопления плесень на стенах принимают пациентов в АПИ с конца сентября. Однако параллельно на втором этаже, где расположены две квартиры для сотрудников, продолжают сверлить и стучать строители. Не соблюдены и требования доступности среды. Пандусы подрядчик обещает сделать только через три недели. Со светом тоже не всё в порядке. Он и есть, но здание до сих пор не подключено по постоянной схеме электроснабжения. Администрация еженедельно проводит с подрядчиком планёрки, выясняя слабые места и узкие места. Категорически каким-то образом повлиять на подрядчиков мы тоже не можем. Аналогичная ситуация сложилась и в посёлке Тарковича. На информационном стенде срок окончания стройки – июль 2014 года. На календаре – ноябрь 2015. Здание фельдшерско-акушерского пункта пока возвели только под крышу. Сделать отделку и решить вопрос с коммуникациями подрядчик обещает до конца декабря. А ввести объект в эксплуатацию – в следующем году. Стоит отметить, что на эти ФАПы из областного бюджета было выделено 16 миллионов рублей. Проекты ФАПов типовые и не привязаны к конкретным условиям посадки на местности. Поэтому в Омшинском ФАПе там получилось, что котлован залился водой. Пришлось переделывать проект, пересогласовывать его на другой фундамент. Другое подключение сетей выполнять. По Тарковичам – примерно то же самое. Ну и есть некоторые причины, которые зависят от подрядчика. Не совсем родивые отношения. Конечно, это есть. Но снимать вину с власти ни в коем случае нельзя. И мне кажется, вот здесь вот они как заказчики должны быть просто настойчивей, напористей. И вот с 2014 года, с 1 января 2014 года, эти функции перешли на региональный уровень. И наше региональное правительство уже приняло схему реализации, как дальше двигаться по строительству ФАПов. На сегодняшний день есть такая инициатива по реализации модульного строительства, типового. Это решение, в общем-то, оно правильное. И давно пора было бы к нему прийти. И пилотные проекты уже стартовали во Всеволожском и Выборгском районах. Жителям же поселка Тарковича остается только ждать. Искать сегодня нового подрядчика и в судебном порядке отстранять от работы нынешнего, значит вновь отсрочить сдачу объекта на неопределенное время. Деревня Горбунки Ломоносовского района, Ленинградский государственный университет имени Пушкина, актовый зал. Студенты различных факультетов заполняют его, что называется, под завязку – научно-практическая конференция. Но не совсем привычная. Ее тема – отечественные композиторы в современной музыкальной педагогике. Ее организатор – кафедра музыкальных дисциплин факультета философии, культурологии и искусства ЛГУ имени Пушкина. Ее участники, помимо зрителей, профессора, преподаватели и студенты, выпускники вуза, ныне музыкальной педагогии из школ Ленинградской области и Петербурга и их ученики – юные дарования. А главный герой, гость и участник – Сергей Петрович Баневич, если без титулов – композитор с большой буквы. Творчество Сергея Баневича, его произведения – объекты и научного исследования, и практического воплощения. Строки из дипломной работы выпускницы Ленинградского государственного университета, кстати, копия диплома была подарена композитору, подтверждались и дополнялись исполнением произведений классика учениками из сланцев, соснового бора, Санкт-Петербурга, из его циклов «По сказкам Андерсена», «По сказкам Пушкина» и «Петербургские страницы». Я военный ребенок, военный, но я не вспоминаю с ужасом ни о голоде, ни о чем плохом. Впереди была жизнь, полная надежд. И поэтому, но детство у меня было не прожито, не прожито детство, настоящее, которое должно Богом дано, оно было не прожито. И я его оставил в себе проживать в дальнейшем. Поэтому дети всей страны и поют, и любят. Я никого не прошу, потому что они чувствуют, что это про них, это моя жизнь. Племенной завод Робитицы находится в Волосовском районе. Это крупнейшее хозяйство региона, а по молочной продуктивности – лучшее в России. Все здесь новые – и фермы, и технологии. Правда, в самой деревне Робитицы, где проживают животноводы, специалисты, механизаторы, новых объектов давно не бывало. Десятилетиями не строилось жилье, не развивалась социальная сфера. Но в этом году, благодаря реализации государственной программы устойчивого развития сельских территорий в Ленинградской области, в центральной усадьбе началось строительство нового дома на 30 квартир. Строительство многоквартирного дома и строительство детского садика в нашей деревне – это большое событие, потому что для нас это были несбыточные мечты в свое время. Мы долго этого ждали. Пришел к нам поселение инвестор, который инвестировал данный проект. Деньги инвестору вернутся благодаря государственной программе. И мы также будем продолжать работать в этом русле, чтобы закрепить молодежь у нас на селе, закрепить специалистов у нас на селе, чтобы наша деревня жила. Совсем скоро новоселами станут участники государственной программы, получившие сертификаты на улучшение жилищных условий. Жители деревни – работники животноводческого комплекса. Данный проект является пилотным. При застройке Ленинградской области материалы используются только отечественное производство, полное импетразвещение, поскольку мы планируем строить данного рода проекты по Ленинградской области. И в дальнейшем, соответственно, строительство качественно. Дом планируем закончить согласно срокам в летом будущего года. Срок и качество. В новом доме стоимость квартир на 70% оплачивает государство, и только 30% – сами будущие новоселы. В Волосовской школе номер один открыли стоматологический кабинет. Он оснащен новейшим оборудованием и даст возможность всем школьникам, а их здесь около 800 человек, не только лечиться, но и регулярно проходить профилактику. Первый подобный комплекс несколько месяцев назад установили в Изваре. Практика показала – школьного стоматолога с удовольствием посещают и ученики, и учителя. Наша задача, несмотря на то, что рефинансирование было неплохое, но оно явно недостаточно, привлечь все ресурсы, спонсоров, людей невиннодушных к образованию, для того, чтобы создать нормальные рабочие условия для учеников, и, естественно, для того, чтобы вам было здесь комфортно учиться, получать образование. Первыми пациентами стали школьники. Самой отважной оказалась Алина Шарафуддинова. Говорит, походов к докторам она не боялась никогда. Нет, не страшно, потому что я с этим врачом знакома, это мой самый любимый доктор-стоматолог. И вообще у меня мечта стать стоматологом. Я не боюсь. Врачи новым оборудованием довольны. Сейчас, кроме современной техники, в их распоряжении все необходимые материалы. Теперь поход к врачу для волосовских школьников стал максимально комфортным. Таблички с информацией для туристов удивили и обескуражили краеведов из Новой Ладоги. С одной стороны, хорошее дело – обозначить интересные исторические объекты, привлечь гостей и дать знать им, что это за место. Но с другой стороны, краеведов смутило, что опознавательные знаки оказались с нюансами. Гости нашего города, приезжая вот в эти места и читая, например, такую табличку, которая стоит за моей спиной, спрашивают, а где же монахи, где же сам, собственно, монастырь. Понятное дело, что монастыря уже как такового нет, монахов нет, и табличка должна была нести совсем другую информацию. Справедливости ради надо сказать, что действительно на этом месте когда-то был Никола Медведский монастырь. Но с тех пор прошло больше 300 лет. Центральная улица Новой Ладоги и по сей день упирается в его ворота. А вот от самого монастыря сохранились только две постройки – храм с колокольней и старинный собор, который разрушен настолько, что в целях безопасности его закрыли. Немножко иная история с церковью Святого Георгия. Ее еще называют Суворовской. По преданию, когда ее строили, великий полководец сам таскал бревна и кирпичи вместе с солдатами. Никто не спорит, что в народе мы называем, например, Георгиевская церковь, Георгиевский храм. Но для официальной таблички, для знака, конечно, нужно другим языком писать такие вещи. В департаменте по туризму, который, собственно, и занимается туристской навигацией на территории Ленинградской области, нас уверили, что делают эту работу, опираясь на документы. То, как выглядят знаки, как они оформлены, все выполняется в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством культуры Российской Федерации, распространяющимся на всю территорию страны. То есть в этих документах предусмотрено, как должно быть это оформлено, как написано. Название и содержание тоже берется из документов, как это называется. Начиная с прошлого года, на всей территории Ленинградской области было установлено более 200 подобных знаков. Еще примерно 160 планируют разместить около музеев, памятников истории и архитектуры. Перечень и географию департамент согласовывает и с Министерством культуры, и с Федеральным агентством по туризму. Самые популярные города 47-го региона, по мнению экспертов, Тихвин, Старая Ладога, Выборг, тоже будут с табличками. В департаменте планируют эту работу завершить в 2016 году. Краеведы же остаются при своем мнении и надеются, что к содержанию навигационных знаков в будущем отнесутся внимательнее. Старые, те, что с нюансами поменяют, а новые, сделают так, чтобы привлекать туристов, а не путать. Ко дню полиции в Сланцах открыли новый изолятор временного содержания. Строили его почти три года. Раньше на месте этого здания был пустырь. До появления своего ИВС в городе подозреваемых в преступлениях приходилось возить в изоляторы других районов области. Изолятор временного содержания, он не только для сотрудников органов внутренних дел. Это огромный механизм работы. Доставить в суд. Судьи, секретари судебных заседаний приходят знакомить с уголовными делами подозреваемых. И ехать в Кингисепп или следователь, который расследует уголовное дело, он также приходит в ВВС рядышком. А здесь вообще из одного, в одном здании практически находится. На первом этаже нового изолятора разместили пункт обыска, медкабинеты, камеру дезинфекции. Комнаты для заключенных находятся на втором этаже. В них смогут разместить до 30 человек. Согласно новым стандартам, в каждой камере установили умывальник и закрытый туалет. Для полицейских в новом здании оборудовали тренажерный зал и комнату психологической разгрузки. Средства на постройку изолятора временного содержания были выделены из федерального бюджета. Новый ВВС в этом году открыли не только в Сланцах, но и в Бакситогорском районе. Также сейчас заканчивают ремонт изоляторов временного содержания в Гатчинском и Тоснинском районах. Все эти здания оборудованы новейшей системой видеонаблюдения. Она позволяет следить даже за тем, что происходит в камерах. В Лужском районе в поселке имени Тержинского построен новый квартал усадебной застройки из 15 домов коттеджного типа. Здесь проживают участники программы «Социальное развитие села», получившие государственные сертификаты на улучшение жилищных условий. В рамках программы 70% стоимости жилья оплачивается из федерального и областного бюджетов. 30% доплачивают собственники. У каждого дома 15 соток земли, предоставленной для жителей бесплатно. Мы уже третий год живем в своем новом прекрасном доме. У нас семья отстает из четырех человек. Двое детей, сыновей. Муж работает в животноводстве за плензавод Рапти. Я работаю в магазине. У нас 72 квадратных метра по фундаменту, а общая больше, получается второй этаж еще плюс. У нас построены уже практически все постройки, которые там баня, гараж, летняя кухня. Топим мы дровами, покупаем уголь, а так ждем газ. Каждому дому подведено электричество, построены водопроводные сети и канализация, проложены тротуары, газоны и дороги. Это в рамках еще одной целевой программы. Мы жили от совхоза, нам выделили квартиру, она как в бараке. И комнатки маленькие, окошки маленькие, ну как в темнице жили так. Ну, благоустроено там сделано, была канализация сделана, вода проведена, правда, была. Электрическое отопление. В принципе, не так уж и плохо и жили, если и хуже живут. Ну, а раз судьба так повернула, что сертификат дали, так как же не воспользоваться-то? Я мечтал когда-то еще, но вот мечты сбываются. В Дзержинском сельском поселении 60 семей улучшили жилищные условия, получив государственные сертификаты в рамках реализации социальных программ на селе. Зеленые ухоженные лужайки, красивые яркие здания и счастливые лица. Эти картинки отражают недействительность, а мечты и желания. Нарисовали их дети Донбасса, региона, где еще недавно шли бои, а сегодня, несмотря на угрозу их возобновления, люди восстанавливают дома и налаживают жизнь. В поселке Щеглово стартовала патриотическая акция «Дети мира». Здесь рисунки детей школ из Донецка и Макеевки. Вот мы недавно буквально вернулись из поездки, были в Донецке и в Дебальцево. И от детей школы номер один, Дебальцево, они очень надеются, что они наведут контакты с детьми наших школы, для того, чтобы общаться хотя бы по скайпу, писать друг другу письма, потому что как никогда им нужна вот эта морально-психологическая поддержка. Я считаю, что детей в зонах военных конфликтов не должно быть, но они там есть. И сегодня мы вот этим мероприятием нашим детям передаем привет от детей Донбасса, которые... Выставка рисунков будет передвижной, своеобразный марафон охватит всю Ленинградскую область. В планах создателей акции провести ее в других регионах России. Намерены они реализовать иные проекты, связанные с Донбассом и конфликтом на Украине. Мы сейчас рассматриваем возможность проведения фотовыставки, это международных корреспондентов, тоже через Донецк, Народные республики. Где впервые пройдет фотовыставка, пока неизвестно, но то, что снимки увидят по всему региону, организаторы обещают. Новый сельскохозяйственный объект строится в Лужском районе. Это животноводческий комплекс для крупного рогатого скота, рассчитанный на 2200 голов. Строительство ведет племенной завод «Ручьи». В четырех дворах завершается реконструкция. Два двора построены заново. На ферме предполагается автоматическая раздача кормов и их приготовление. Компьютерное обслуживание доельного зала, индивидуальный учет породистых животных и переработка навоза. Внутри ферм с помощью вентиляторов и штор на окнах будет создаваться необходимый микроклимат. Впервые в России, аналога в России такого нет. Это у нас идет французское оборудование. Исключает присутствие человеческого фактора в раздаче и приготовлении кормов. Это будет у нас сходить робот согласно рациону, где зоотехник по кормлению, он вбивает в себя рационы, которые надо для отдельных ряд групп животных. И это идет автоматическая раздача кормов. Также мы имеем на комплексе, это мы для улучшения процесса доения, ускорения времени. Это у нас дойка типа карусель на 44 места, что позволяет нам также через программное обеспечение определить состояние здоровья животных. Мы получаем, мы же видим с вами через программу плотность молока, ну и то, что нам надо действительно для качественной нашей продукции. Племенной завод «Ручьи» – крупнейшее предприятие по производству свинины, а также молочной и овощной продукции. Новый животноуческий комплекс позволит увеличить производственные мощности и количество производимых продуктов. Сотрудники музея усадьбы «Рождествено» предложили посетителям окунуться в хрупкий и трогательный мир дамы XIX века. Наверное, именно так выглядела спальня хозяйки дворянской усадьбы – уютное и полное очарование. Вот заправленная кружевным покрывалом кровать, рядом этажерка с приятными мелочами на ней. Каждая деталь комнаты, каждый предмет позволяет оставить шум современной жизни за дверями и оказаться в неспешной эпохе лет сто назад. Мы себе позволили как бы немного приоткрыть завесу женской таинственности. И здесь представлены предметы, которые девушки уж точно никому не показывали. Щипцы для завивки волос, шкатулки для мушек, есть и маникюрные ножницы. Но центром здесь являются действительно оригинальные дамские альбомы 1910-х годов. Дамские альбомы стали изюминкой экспозиции. Эти под стеклом подлинные с первого десятилетия XX века. На пожелтевших от времени страничках – послания возлюбленному и воспоминания о встрече. Казалось бы, простые слова и рифмы – вновь любовь, но за ними – самые сокровенные мысли и эмоции. Превозмогая скромность, девушки могли доверить свои чувства только маленькому листку бумаги. Это и стало отправной точкой для проекта. В течение года творческая мастерская студента Ленинградского областного колледжа культуры и искусств под руководством Марии Погольской подбирали мотивы на тему творчества Набокова, на тему женских секретов, разных дамских штучек специально для нашего музея. Дух дворянской усадьбы и современный взгляд на мир хозяина этого дома Владимира Набокова воплотились в таких теплых альбомах ручной работы. Увлечение самого писателя, бабочки и милое сердцу занятия его мамы – она любила собирать грибы. Все это и многое другое перенеслось на удивительные кожаные обложки. И, видимо, не случайно экспозицию назвали «Стоя на корме времени». Именно по таким книжицам можно и сегодня узнать все очарование той эпохи, в которой жил или живет автор дневниковых записок. Неважно, какая дата стоит в самом низу страницы. Лучшие баскетболисты 47-го региона встретились на первенстве области. В поселок имени Морозова приехали спортивные команды из Всеволожска, Выборга, Гатчины и Волосова. Несмотря на юный возраст участников, а самым старшим из них недавно исполнилось 13, команды демонстрировали профессиональный взрослый баскетбол. Дети активно идут заниматься именно баскетболом. Как мальчики, так и девочки в последнее время значительно больше стало желающих заняться этим видом спорта. Есть площадки определенные. В основном все команды, все, кто здесь играет, тренируются в школьных залах, на базе школ. Для того, чтобы стать знаменитым баскетболистом, ученики Всеволожской спортивной школы ежедневно тренируются и отрабатывают приемы, чтобы на соревнованиях продемонстрировать все свои умения. Тренируемся мы по два часа в день. Даем пасы, финты делаем, бросаем с трехочковой и играем в конце игры. Спортивная школа в поселке имени Морозова считается одной из лучших не только в районе, но и во всей Ленинградской области. Денис Федориченко живет в Сосновом Бару, но ради баскетбола еженедельно преодолевает расстояние более чем в 100 километров. Я играю за 2003 год, мой год рождения 2003. И в моем городе я не нашел своей команды 2003 года, поэтому меня тренер отвез играть сюда, чтобы я не болтался без команды, а играл нормально. По итогам турнира первое место заняла команда из Гатчины. Победа в этих соревнованиях автоматически дает ребятам юношеский разряд, а также право представлять свой район на городском этапе Лиги школьного спорта. Продолжение следует...